И сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны. Элитная дивизия. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потере среди войск-союзников. Вторая колда разделена на три военные истории. За несколько часов мы пройдем кампании за Советский Союз, Британцев и Американцев. Отличия с первой частью заметны с первых минут. Теперь брифинг это не презентация в фауэрпоинте, а полноценная... Черно-белая гифка. Ну просто качество, просто шик модел. Стартовая миссия сразу пробирает до мурашек своей постановкой. Вместе с тремя близнецами от разных отцов, один из которых Алеша Попович, так это же та самая легендарная. Битва древних русов против германа Ящера, которая вошла в историю, как картофельный спас. Русы, пейте воду из Москва-реки. Да, совершайте славянский проброс картошки прямо в голову Ящера Проклятого. Да, за что? А дальше мы отправимся в хардкорную русскую зиму, где будем смотреть, как суровый русский дубляж зачитывается быстрее рта. Гвезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Тут вам не польский геймдев с ускорением речи. Ты еще попиздена, польский геймдев. Курва. Здесь, если анимация не успевает за дублером, то это проблема самой анимации. Бобби котик. Мне похуй, я так чувствую. Затем научимся перемещать маус и кидаться гранатами. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. У нас нехватка боеприпасов, 70%! Граната! В комментариях под прошлым роликом у меня спросили, почему я стал выбирать только низкую сложность. Я должен быть кезуалом! Игра на ветеране, может быть, отдает больше хардкора, но для чинового подпиваса выглядит как-то так. Вынюхиваешь каждую стеночку, пропустил две пули и уже валяешься в земле с мигающим экраном, как после резкого подъема с кровати в 30 лет. Нужно просто подняться! В то время, когда на лёгком, игра преображается. А вы знали, что во второй колде настолько сильно был потянут искусственный интеллект противников, что если при встрече с танком один на один будете махать в разные стороны головой, то он просто развернется и поедет по своим делам? А чё так можно было, что ли? Ты вообще какой-то подозрительный? У тебя имя на английском написано. Ты что, иноагент? Хомесар Лэт Лев. Убить предателя! Ты, по-моему, перепутал. Тот побеждает. Кто терпит? А уф! Одно из самых запоминающихся нововведений – это карманный кальянчик. Любой танк теперь можно спокойно обойти, закинув пару дымных и раскуриться с нацистами. Курение, кстати, вредит вашему здоровью. Вот на примере этих высокоразвитых бойцов можете заметить снижение ICQ до уровня этикетки от цирка бою Александров. Говорят, это достаточно умно спрятаться у гусеницы танка, когда ты хочешь его подорвать. А при взрыве из него выпадают детальки из лего. Эх, простите, такого больше нет в России. Пусть будет конструктор «Собери свой магнит», в котором построишь свою карьеру, если не уйдёшь после девятого класса. В другой миссии разработчики пошли дальше, проведя доскональную работу над каждой деталью танка, разобрав его устройство с точностью до мелочей. При его взрыве рвутся гусеницы и выпадает, ну, допустим, фотоаппарат. Это фотошоп или реальное фото? В следующей миссии уже под Сталинградом. Игра даёт почувствовать себя бедолагой с древним телефоном. Нужно чё-то там ходить, склеивать изолентой провода, надеясь зарядиться. Вокруг бегают странные люди с автоматами, а ты всё пытаешься поставить будильник на свои допотопные микроволновки Pro. Так куда тут пиццу засовывать, блядь? Вот бы люди тогда знали про возможность взять любой айфон по подписке. Вы хотите поменять айфон на новый? Как вам идея получить его в аренду и платить только за пользование? В России наконец-то запустился сервис, который уже давно работает в Европе и США. Представьте мир будущего, в котором можно оформить подписку на любой айфон и пользоваться им уже сегодня. Пока мальчики отдают 100к за новую модель, а потом перепродают её в два раза дешевле через год, настоящие мужики-гигачады просто активируют подписку на 12 айфон и платят всего 2400 в месяц. Подписку на айфон сделали ребята из педант. У них 500 филиалов в стране, и теперь у них можно взять айфон от 1500 рублей в месяц. А через 12 месяцев приходишь и обновляешь модель на новую бесплатно. Сейчас тысяча телефонов в наличии в подписку и отличные цены. Количество ограничено. Перейди на сайт по ссылке в описании и посмотри, сколько будет стоить тот айфон, который нравится именно тебе. Эх, сразу вспомнились общажные воды. Как сосед по комнате после прихода притворялся улиткой и ползаводичкой. А вот этот вообще лысый. Ну хоть шапку надел. Мама бы тобой гордилась. Но в следующий раз попробуй всё же использовать каску. Особенно нравится, как здесь устроена работа твоих напарников. Грамотно используя тактическое преимущество, можно смотреть, как бравые солдаты будут искать уязвимости во вражеской обороне. Делая сальтухи, как отвлекающий манёвр, и сразу в раз они будут занимать выгодные боевые позиции. Прямо перед перевёрнутым столом. Это так же безопасно, как нырять на батискафе, который управляется геймпадом от... Не работает так. Пизда. Но если ты когда-нибудь почувствуешь, что занят чем-то не тем, или тебе тяжело, просто вспомни этих двух немцев, которые пытаются пробить танк при помощи автомата. Их упорству позавидует даже Дуров, который не выкладывал свою прессуху с пацанской цитаткой уже пять минут. Я смогу не выкладывать это фото. А похер лучше запущу сторислю в телеге, чтобы вообще всё человечество увидело мои кубасы. Петя, ну прям вылитый я, когда стоишь между двух очередей, не понимаешь, какая пойдёт быстрее. А по итогу идёшь вправо, и там продавщица такая. Галя, от... Ёбаный рот. В советской компании одна из самых запоминающихся миссий – это снайперская дуэль. Здесь придётся умело... Маскироваться. И пока товарищ будет переманивать пули своей каской, мы сделаем... Ещё в игре есть скрытая комната, где можно страдиться в неравном бою с толстым Гитлером. Я как Гитлер. Дружок, ты там как? Выигрываешь? Эта перестрелка точно войдёт в историю. Некоторые противники пошли дальше и научились исчезать, как мой батя, когда мне было шесть. А про метание гранат чемпионами по лёгкой атлетике и говорить страшно. Даже когда ты находишься на третьем этаже десятиметрового дома, немецкая колотушка прилетит тебе прямо в голову. Отбивая одну за другой улицы Сталинграда, я повстречал первую в истории Call of Duty – Тяночку. Огнеупорная Надя Кузнецова, слегка чумазая блондинка, которая может прятаться за горящей машиной, целиться сквозь текстуры и терять в качестве изображения в трёх метрах от меня. Прячаясь за ней, я чувствовал себя защищённым. Где? Это пожизнь? Надя, держись, я тебе сейчас помогу, как там нужно делать? Искусственное дыхание с заползанием в черепушку, непрямой массаж сердца ногами. Я буду помнить твои квадратные пальцы и отрисованные в поинтересничке. В немцев мы стрелять не бросим, танк Crusader 8-8. Извините. Пока я стрелял из пулемёта с бесконечными патронами, меня до слёз пробрала мотивация Михаила Смирнова. Это вам не какой-нибудь Артас и Джон Уик. Тут у человека вообще никого не осталось. Завалю! Замоеваться! Это за зестрёнку, патрилка! За тебя и за Сашку! Закончив советами, британская компания сразу показывает размах игры. Здесь для роли самих себя позвали Конора Макгрегора. И даже сохраняя популярные трэш-токи. Заткнись, Макгрегор! Я сказал, заткни хлебало, рядовой! Пожалуйста, не рассказывайте Хабибу, что можно было и так ему отвечать. Я смотрел в его глаза, но он ничего не говорил. Я хочу повалить его, говорить с ним, играться с ним. В советской компании даже встречается прадед Геннадия Горина. Фашисты! Фашисты! Не, фашисты! И Джейсон Стэтком в британской. Эй, слышь, Джейсон, скажи что-нибудь на умном. Не важно, в какой жопе ты сейчас находишься. Важно, чтобы в твоей жопе никто не находился. Мне круто пить, мне круто врать, круто маме помогать. Походу, нескольких миссий нам дадут поездить на танки, броневики дадут повоевать в Африке и Франции. И все это вместе с капитаном Прайсом. Война никогда не меняется и даже забирает самых гениальных. Прощай, Должанский. Не убивай, дядя! А вот и первые упоминания стелса в игре. Эй, Ганс, тебе помочь? Эти бриташки могут появиться в любую минуту, будь осторожен. В игре добавилось больше разнообразных миссий. Например, в ночном задании, отбиваясь от десятка танков, нужно будет смотреть в бинокль, немного ползать по канату, а потом заглянем на немецкую дрифт-тусовку. Ну, в принципе, все уже достаточно разнообразно. Графически игра сильно преобразилась. Сами локации диктуют нужное настроение, позволяя игроку погружаться в атмосферу Второй мировой войны. Такой реализм, будто смотришь не на задний фон в Ливии, а на овсяную печенюшку. Во Франции решили пойти еще дальше и подумали не раскрашивать фон, сделав его черно-белым. Эстетика локации особенно раскрывается в мелочах. Выбивая немцев из домов, мы будем находить унитазы аккуратно помазанной нутеллой. Приятного аппетита! С первого взгляда может показаться, что немцы здесь имеют какие-то не самые добрые намерения. На самом деле, они хотят построить прекрасное, безопасное будущее вместе с третьим рейхом. Вот, посмотрите, они даже пианино вынесли, чтобы оно не пострадало. Разве плохие люди так могут поступить? Они всего лишь выполняют приказы. Помню, мы как-то хотели подарить свое пианино на местной музыкальной школе и оставили его у дверей. Уже на утро пришли ФСБшники, подумав, что оно было заминировано. Тогда я и получил свой первый привод. Испугались? Обоснулся. А, ну если вы такой же талантливый человек, как и я, то можете сыграть любую мелодию. Фу, выбирать вилкой в глаз, это уже не модно. Вот я выбрал в жопу. Под конец британской кампании одна из миссий даже сейчас смотрится потрясающе. Защищаем небольшой домишко. Немцы уже накидали дымных. Танк пробивает стену выстрелом, чего ты вообще не ожидаешь от этой колды. И твой товарищ кричит. Не стрелять, пока не увидите цель! Каждый патрон на счету! А в полясе бесконечные пули. Компания за американцев начинается с высадки в Нормандии, отсылая к тому самому легендарному моменту из Южного парка. Братан, не расстраивайся. Ну не доехал до Москвы и чего так убиваться-то? Ну подумаешь, билет до Еревана за 200 тысяч купил. Пробираясь вглубь Франции и Германии, так приятно осознавать, что рядом с тобой верные товарищи, которые будут поддерживать тебя в любую минуту. Это Бернинг Мэн? Я просто не в курсе. Тут же удалось проникнуть в домик импотента-оптимиста, который перевернул часы. Теперь фраза на полшестого обретает совсем другой смысл. Биби Джин, насрал в клуб шин. О, Танюха, и ты здесь? При съемке этой игры ни одна моя бывшая не пострадала. Вторая колда с каждой следующей миссией раскрывается, как шутер все сильнее. Количество противников становится все больше. Игра подкидывает новые моменты, которые тебя еще могут удивить. Подъем по скале, битвы в городах, штурм высоты, черный исчезающий немец. Все это до сих пор может развлечь. Сегодня это один из лучших шутеров тысячелетия. Хотя на сегодня несложно выиграть конкуренцию, когда из выбора у тебя Warzone, неудачный клон Warzone и Minecraft с пушками. Ставлю этой игре 88 баллов из 10. А если этот ролик соберет 5000 лайков, то я сделаю обзор четвертой колды. Не забудьте тыкнуть по ссылке в описании и забрать подписку на iPhone. Покедан рот.